Всем привет, друзья! Сегодняшний гайд у нас на непопулярного персонажа Некролик, визаж в простонародье. Расскажу, что у него за способности, покажу, что ему собирать и, в принципе, посмотрим на геймплей на данном персонаже. В чем же особенность этого персонажа? А давайте выясним. Первый спал нашего персонажа имеет специфику переливания, мовмент спида и атак спида на определенное количество времени в зависимости от уровня прокачки, имеющий монокост 100. Смотрите, на первом левеле кд 16, на втором 14, на третьем 12 и на четвертом, соответственно, 10 секунд калдауна. Висит этот спелл на первом левеле 3 секунды, на втором 4, на третьем 5 и на четвертом 6. Что у нас будет происходить при юзании данного спела на энеми? Смотрите, но его, к сожалению, на союзниках применить нельзя, но вот такая вот тема. Смотрите, появляется вот такой вот эффект, как видите. И что происходит во время этого эффекта? Смотрите, замедляет атак спид у энеми, дает нам, то есть трансферит. Плюс замедляет энеми на 32% и дает эти 32% нам. Очень прикольный спелл, потому что получается, энеми тупо, можно сказать, проседает. Мы начинаем быстрее двигаться, а он начинает двигаться медленнее. Вот такой вот первый спелл в реализации очень прост. Полезный спелл. Погнали ко второму. Второй спелл на данном персонаже своеобразный, на самом деле, ребят, но очень сильный. Смотрите, давайте немного разберем. Во-первых, в чем особенность этого спела? Неважно, если кто-то рядом хапает или вас бьют, у вас набираются души. Количество душ зависит от того, какого уровня у вас сейчас прокачан второй спелл. Какого он вообще уровня? Смотрите, на первом левеле у нас 3 души, на втором 4, на третьем 5, на четвертом у нас 6 душ. Вот так вот, смотрите. Как души эти набираются и что вообще происходит? Как вообще этот спелл работает? Давайте я прокачаю, вот просто покажу. Смотрите, выбраться такая волна. Смотрите, дэмэджа вообще почти не нанеслось. Нанеслось 20 дэмэджа и плюс идет, плюс потом 65 дэмэджа за душу. За душу. Смотрите. А душ у нас 6. Вот и считайте. Но как же эти души набирать, ребят? Тут есть такое условие, когда рядом или энэми, или вы хапаете дэмэдж. 110 дэмэджа, 1 порог души. Пусть эти будут герои у нас драться. И смотрите, наши души набираются. Давайте докачаю. Смотрите, как они набрались. Набираются еще. То есть очень много дэмэджа. Вокруг льется и не кролик визаж. То есть у нас очень любит эту тему. Но по истечении 6 секунд одна душа падает. Соответственно, все души падают у нас. Вот такая вот тема по данному спеллу. Ребят, монокосты тоже разные. Монокосты я прикреплю, потому что я не сказал, уже прокачал спелл. В общем, особенность данного спела, это когда рядом кто-то дерется. Теряет 110 хп и 110 хп. Эти преобразуются в одну душу. Одна душа у нас висит 6 секунд. Если рядом кого-то начинают жестко месить, или вас, или ваших союзников, то вы набираете эти души и можете очень сильно продамажить. Вот такой вот спелл, ребят, в принципе, ну замудренный. Но, запоминайте. Когда души полны, значит надо бахать. Не тяните. Поехали на следующий спелл. Следующий спелл позволяет нашему персонажу получать магическое сопротивление в очень больших количествах и также физическое сопротивление, но кратковременное. Смотрите, данный спелл очень прост, но есть свои нюансы. Каждые 4 секунды у нас наполняется вот этот вот один стак. Смотрите, я прокачал, далось 4 армора и 3 magic resistance дается сразу. Но в чем особенность? Ну, смотрите, 1 армор и 3%, 2 армора и 6%, 4 армора и 12, если честно. То есть это за стак идет. То есть 1 стак, 1 армор. Что ж это такое за стаки вообще? Как это понять? Смотрите, я попрошу нашего дума побить нас. Смотрите, стаки падают, видите? Упали. И через определенное время, через 4 секунды, они начинают обратно восполняться. И если мы докачаем до 4 левела, соответственно 5 армора за 1 стак и 16 magic resistance за 1 стак, смотрите, что будет происходить, сколько у нас армора. Но тут кирасу можете не считать. Это не особо важно. Смотрите. У нас сейчас 20 армора и magic resistance равный, сколько там было у нас? 16 плюс 16, 32, 64 magic resistance и 25 своего. Почти 90% magic resistance, который у нас 1 стак, если сбивают, кдшится 4 секунды 1 стак, то почти постоянно мы под таким жестким резистом. Смотрите, я дам LVL, last level, а он наносит у нас тут 275, но 20% в зависимости от кратности. Это забудьте, будет гайд на думу, вы поймете о чем. Смотрите, я нанешу. Вот они, наши 275 дэмэджа. Смотрите, 70 хп нам отняло. То есть, понимаете, смотрите, и стак снялся, да? Смотрите. И снимается стак. Проходит 4 секунды. Оп. И стак появится. Все. Вот такой вот простенький спелл. Знаете, как в профите? Чуть подтанчили, отбежали. Ну, то есть, кратковременная такая жесткая неуязвимость. Также это, в принципе, и на физику влияет. Смотрите. Сбили нам армор, сбили нам все. Пахопали мы. И обратно все. То есть, понимаете, какая тут связь? Когда мы прокачиваем третий, и в комбинации со вторым, нас бьют, нам наносят 110 дэмэджа. Через вот эту всю тему. И, соответственно, мы заряжаем второй спелл. То есть, понимаете, ну, это зависимость такая вот. Думайте об этом, ребят. В общем, третий спелл это резист. От физики и от магии. Все. По этому спеллу погнали ульту смотреть. Ультимейт на данном персонаже это призыв суммона. Суммон называется у нас фамильяр. Что он у нас умеет делать? Но сейчас мы сначала пробежимся по левельной систематике вот этого ультимейта. Смотрите. КД у нас 180, 160 и 140. Очень большой КД. Монокос 150. Монокос такой себе пойдет. Первый левел апается до 56 атак дэмэджа и стан last one second. И 300 хитпоинтов у нас имеет наш фамильяр. На втором левеле 98 атаки апается, стан 1,25, 450 хп. И на третьем левеле 154 атаки, стан полторашка и 600 хитпоинтов. Что это вообще значит у нас? Давайте вызовем фамильяра первого левела. Смотрите. Вызываются вот такие два фамильяра, которые имеют геройскую атаку. В стандарте имеют они 10-10. И плюс 56. Это тот самый ап, о котором и шла речь. То есть апается до 56. И вот такая вот есть особенность. Видите вот это? Stone form. Данный фамильяр может принимать форму камня. И соответственно ресторить себе хитпоинты. Ну есть восполнять в простонародье. Если допустим, ну не знаю, по идее не должен убить. Вот смотрите хапает. Мы нажимаем форму. У нас фамильяр падает. Восстанавливает хитпоинты. Дается стан данным игрокам, эннеми или крипам в этой области. На вот это же как раз таки время. Смотрите. 1 секунда, 1.25 и полторашечка. В принципе данные персонажи просты в управлении. Летать могут где угодно. Имеют у нас полностью невосприимчивость к магиям. Но есть способности, которые можно на них накинуть. Допустим ультимейт с лордара. Вот. Но атак ничьи нам не переманить. Ну то есть стан венги не дать на этого персонажа. Полностью спелл иммунный персонаж. Ну и в принципе все по этому герою. Имеет кстати геройскую защиту. Геройскую защиту. И в принципе ребят больше тут нечего рассказывать. Кстати фамильяров лучше не кормить. То есть фамильярами лучше не кормить. Потому что у фамильяров очень, очень большая награда за их смерть. 100 золота. Почти как за некра. Ну и они смотрите. Они очень хлипкие. Хитпоинтов очень, очень мало. У тебя написано 30, да? Но там 300 на самом деле. Когда вы вкачиваете ульту. То в обязаловке перебафать данных фамильяров. Я не знаю бак у меня это или нет. У меня почему-то 30 хитпоинтов у них горит. Хотя видите, прапана. Все дело. Странно. В общем вот такой вот герой. Вот такие вот ультимативные способности. И смотрите дэмэдж у нас апается. Почему он упал? Вот это самая главная вещь. Смотрите он у нас упал. То есть я вот отдал все эти тычки. И чтобы этот дэмэдж возродился. Нужно обязательно опустить фамильяра. Иначе дэмэджа так и не будет. Смотрите. Сбрасывает быстро дэмэдж. Имеет очень быстрый атак спид. И при поднятии с формы он восстанавливает этот дэмэдж. И можно дальше поливать. В принципе со своими заморочками. Но. Но представьте. Если на энэме висит минус армор. Минус армор. И у вас третьего левела. Вот эти фамильяры. Которые имеют геройскую атаку. Да. Они же его просто убьют. Или в комбинации с траксой. Тоже очень прикольная тема. Тракса нажимает третий спел. И им дается постоянная атака. Геройская. В общем все ребят. По данному персонажу. Спелы. Со своей. Сложностью. Поэтому я думаю. Некоторые и не понимают. И не хотят понимать этого персонажа. Но. Давайте посмотрим же. Что можно сделать в обычной игре. На этом персонаже. И попробуем поднять ему репутацию. Погнали. Так ребята. И начинается у нас игра. Пойдем мы на центральную. Соответственно же. И. Уже взяли. Сларка. Баддона. И вот этого. Пацаненка. Но всех мы должны пойти задушить. Тут у нас курьера. С курьера апнутый сразу. Боже. Что-то так классно. И гоу на руду. Как будем качаться. Качаться будем через 1-2 соответственно. Замедлением нельзя. Никак ребят. Замедлением никак нельзя. пренебрегать. И берется у нас еще сикер. Но. Такой пик будем побеждать. В принципе. Единственное. Кого там. Можно будет бояться. Это Сларка. Потому что Сларка законтрить. Будет немного тяжело. Но. Мы посмотрим. В зависимости от. Так вот делаем. Эх. Ну почти. Ну почти. Все. Не хочу хапать демиджер. Получается на Тамару. Ну внесли. Внесли мы. КПД. Неплохой. Сларк нам едет. Стопор. Стопор. Демиджер на стаде. Хороший. Второй лаву на Сларке. Если будет прыгать. Просто даем первый. И отходим. Так. Есть. Агрессивный Сларк. Сразу видно. Но. Мы тоже не дурачки. Первый в атаку. Он окос сотка. Всего там. Если он еще раз так будет прыгать. Это смерть для него. Он так успеха не добьется. Ребят. Можно выйти сразу в медальку. Через медальку данный герой. С фамильярами. Будет очень жесткий. Очень жесткий. Очень. Очень жесткий. Потому что снимая арморность. Ну как обычно. Бьем деда. Снимая армор. Мы как бы. Душим по страшному. С фамильярами. Там геройская атака. Геройская атака. И это будет очень больно. Ну стоим. Как видите. На центре. В принципе. Все нормально. Крипим. Сларк подходит. Сларк отходит. Боится. Дэм. У нас хорошенький. А что нет никакого баратрума. Потому что. Тогда было бы напряжено. Стоять немножко. Ну. Сразу. Чейдмейл. Вот так вот. Окапливаем души. Криветка. Или как быстро это произошло все. Можно стак на раз. Даже будет вкачать. В принципе. Но не сейчас конечно же. Так есть. Скупаем. Хорошо. Будет ли опять прыгать. Но если он сейчас прыгает. Давайте немного отойдем. Нужно заристориться. Ресторейшн. По ресторанам. По ресторанам. Все хорошо. Если фейт. Можно вставить. Какой попрыгунтик. Смотрите на него. Скакунчик. Кто знает тот поймет. Скакунчик. Какой у нас тут скакунчик на миде. Есть медалька. Где медалька? Я и вообще этот предмет вообще не собираю. 300. Но на этого персонажа. Это мастхебный предмет. Я считаю лично. Есть. Фаркс. Стой. Там гуан говорит. Посмотрите. Сейчас скачаем второй. Чтобы уже. Не отвлекаться. Так. Души. Вкачал. Души. Вкачал. Души. Вкачал. Вкачал. Дайкс. Там будут фамильярчики у нас. Прокачаны. Хорошо. О, шо. Свап тут что ли? Или они будут меня вдвоем сейчас душить? Так. Ну, свапнулись. Да. Ну, с фамильярами я просто поднимаю фамильяров и... Просто нагло побегу за пацаном. А он переагривает с помощью... С помощью ликов по мне. Чуть-чуть до фамильяров. Чуть. С вот этого крипа купим. Купим ультимейт. С вот этого крипа. Хорошо. Отлично. Отличная реализация. Хорошо. И фамильярчиков просто рядом, если что, настрой мы будем держать. И, наверное, нужен сапожок, мана. Вот такой вот предметик. Фамильяров тут пока повисим. Ну, сейчас придет вард, будет попроще. Нужно фамильяров нам немного будет посконтрить, чтобы... А я куру жду. Хорошо. Найс. Все, пусть там стоят. Фармим спокойно тут пока что. Фармим спокойно. Что собирать данному персонажу дальше? Посмотрим, на самом деле. Будем выходить, скорее всего, в травела. В какой-то жир. Чем дольше этот персонаж живет в драках, тем больше он будет наносить демиджа, соответственно. Вторым спеллом. Можно мекку для команды. Можно в медальку. Тупо. Вот медалька. Демидж какой-то там. Кераса. Просто за первый спелл убивать. Просто тупо убивать за первый спелл. А мы пойдем, если что, под тэшку, я думаю. Гоу, сейчас пойдет. Деда ласт хитить, и мы налетим. Ладно, будет чуть побить. Хорошо. Единственный баг, вот этот. Надо крипов своих каждый раз перекликивать, потому что после подъема их через shift не направить. Вот это очень тяжелая тема будет, ребят. Ой, я, по-моему, две маны завязал сейчас сразу. Я дурачок. Ирана и мха, там кто-то ноет. Так, ну подождем еще. Тютипай какой-то там. Тютипай. Подождем еще кто там у нас придет сейчас. Сларк лухуповый, ну блайсиком пугна на развороте разбирает. Молодец. Молодец. С постоим подождем. Я надеюсь, сейчас придет еще. Мой сладенький фраг. Боже, нурили 30 хитпоинтов написано, но непонятно. Там же же написано вообще по хитпоинтам. 300 хитпоинт, но почему-то 30. Так, ладно, не будем прогуливать своих крипов. Ребят, очень хочу мяку сделать. Не знаю, как вы. Но я очень хочу. А лучше все еще в какой-нибудь... Буст. Буст жира. Типа кераса. Вообще тема, потому что снимаю армор. Для персонажей. Так, ну сейчас будем тавер ломать. О, пришел Сларк. 3-го левела. Мама, не горюй. За Сларком будет потяжелее немного. Как-никак, скунчик. Гол уже первый. Закачаем. Что там на топе какой-то бред происходит. Гол. Сместимся. Какой-то бред там происходит. Гол. Удеремся. Так, ну плохо. Фамильяры далеко. Ой-ой-ой, что снайпер сделал. Смотрите, как обошел. Ну-ка угонгонем уже, раз сюда идем. Печалька. Не хватает дэмэджа, ребят. Не хватает дэмэджа. Дэмэджа не хватило. Не хватило дэмэджа чуть-чуть. Ну, фамильяры долго летели тут. Весь максимальный импакт. Не получится навести. А, ребят, кстати, напоминаю, еще в гайде не говорил, но работает у него. Аганим, септер. Добавляется еще один фамильяр. Три птицы. Три суммона, которые могут жестко душить. Так что, ребят, дело ваше, собирать аганим или нет. Но это круто. Третий фамильяр, это круто. Отлично, я так считаю. Ребят, ну мне нужно будет собрать какой-то пайп. Попробую так, сделаем. Хорошо. Ну, мы тамор будем тут долгить. Хорошо. Дальше продолжаем. Ссс. Отойти надо. Надо отойти. Го за рестарим их. Здесь. Так. Я две цирк-летки купил. Стик не купил. Внизу, сларки там наглеют. Сейчас полезем под Т. Вот этим пацаном что-то. Жалко, стика нету. Жалко, стика ждал. Но я там напокупал. Предятельно. Я одного фамильяра всадил. Там тяжело было расконтрить. Лох по... Ну, под рестарим. Типочков наших поднимем, так сказать. Поднимем. Так, вот это на базе. Трава. Оу. Найс. Афкши классный. Заберите вот это, пацана. Дальше в салар выйдем просто. Дальше в салар выйдем просто. Мекку хочу очень сильно, ребят. Потому что командно. Душить можно будет по-страшному. Дальше в салар выйдем. Забиваем. Т. То на базу сходим, ребят. Здесь все равно прочекаем. На базу сходим и придем. Все, улучшим фамильяров. Но у нас, как видите, нужно перебафать будет. 116 секунд. Когда еще? Давайте разобьем, наверное, руну. Или оставим. Давайте оставим. Постараемся сразу быстренько туда-сюда прибежать. Так, полетели фамильярами туда. И пайп, наверное, сделаю. Тут очень нужно будет, мне кажется. Папа. Так, хорошо. Хорошо. Так, go. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Сюда вард. Сюда вард. И вот сюда поставим наших ребят. Под сейв. Go сюда. Может что-нибудь найдем. Вот так вот. Мы в инвизии идем и нам плевать на все. Можно отдельно забиннить фамильяров, чтобы было полегче контрить вам. Я играю без бинда фамильяров. Я просто в наглую в тупую контрю. О, это наша цель. Хорошо. Я дальше, наверное, в лотар выйду. Лотар сейдж. Вообще два варда купили. Чалька. Слушайте, давайте тут на топе еще потремся. На топе потереться. Тут можно кайфануться. Так сказать, кайфули. Понимаете. Или не понимаете. Короче, фармить. Ребята, обязательно фамильяра за собой тащить, потому что это наша сила. Это наша power, так сказать. Это наш дэмэдж. Тоже дополнительный. Ой-ой-ой. Там посмотрите, касты нажались. Так, расконтрили. Хорошо. И хорошо, кстати, что они не автоатачат. А бы кого. Они даже, в принципе, не автоатачат. Эти крипы по доте прописаны, чтобы они не автоатачили. Это классно. Ребята, ну на самом деле фамильяры у меня еще первого левела. Я прокачал уже ультимативную. Почти апнул. Еще левел и... Мне нужно будет перебафать. Перебафать просто. Перебафать моего... Ультимативного персонажа. Вот этих крипочков. Мощный. Что, гоу-пуш-то, да. Очень фастовый дэмэдж летел. Очень фастовый. Так, ребята, файт-то продолжается. Гоу. Ребята, ну-ка. Покажите ему. Где раки зимуют. Хорошо. Снайпер там, чувак, повод. Тракил. Зайдем. Не хочу. Достаточно. Достаточно. Видели дэмэджи? Одна душа была, но она упала. Одна душа была, но она упала уже. Ребят, надо было ультимативную нам перебафать. Боже. Вот ненавижу вот эти моменты. Перебафаемся сейчас. Если будет... Абадончик пришел. Бабами. Хорошо. Слушайте, давайте, может, попробуем... В... 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 Не будете. Почему нет? Почему нет? Жаль, у них вижен не такой сильный. Побежали, да бац сходим. Можно быстрее. 58 ух спидов. Просто украли у крипа. Скорость передвижения. пока идем там подфармить что-нибудь еще вот этого пацана например все есть хитпоинты заристорим тут стоун так сказать при при в превратим в камень наших персонажей так есть отрисались происходит у нас тут fight глупит накапливается дэмэдж можно выплеснуть выкидываем смотрите пол хп просто почти почти команда ловнет тоже команда ловнет мощно все fast finish пишут но сейчас напишут это хорошо пойдем next пойдем next как говорится ой какой дэмэдж там хорошо погоним будем выходить так ладно я понял отойти вот слушай фото мобиль то свидел кату надо забрать первую очередь хорошо все уплотнились мы максимально у нас просто 30 армора это кто у нас тут идиот ага окей про станет более ничего не могу сделать они за малевого из не за моего ли фамильяра там умер сейчас чем ладно отойдем все хорошо сейчас будем перебавхать парнишек вот сюда 3 хорошо сейчас будет крайне сложновато они еще по дабл клику не выделяются и от себя надо их оттаскивать постоянно эти вот так вот когда нажимаешь они все все выделялись было бы классно у меня круг на двоечку на троечку курьер именно поэтому я не люблю но типа ми и по персонажи дошива не микрить так славку ломает лицо но там залетают подсой и вот здесь щас будет детекшн хорошо хорошо еще есть парень в судя выيщет фиди 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 фамилиарами ребят видит видим фамилиара ни одного забрали там не доглядел просто народ минус один но двумя попроще между прочим так хотел добить вот так вот бежит огур там бежит надо смерть братан взря ты так пойдет ну вот такая какая-то ребят катка на самом деле на визаже я не знаю типа овер легкая овер легкая все смерть там минус армор главное дать хорошо смотрите у нас мы что тут под онлайтом можем зайти присадись немножко лотар бы все по кайфу было бы хорошо так что у нас есть но если 3000 голды 3000 голды кираса очень хорошо данному персонажу чем меньше арморову иными тем соответственно сильнее будут бить фамильяры они и так лупят 154 булит посмотрите урон 154 урона еще этот урон идет геройский геройская атака геройская атака это очень достойно хочу курьер летать туда-сюда я хочу себе айтемы например забрать ну там цепляет я просто так здесь со фамильярами убью так и сделаешь чтобы не терять эти надо будет ребят опасно слишком опасно главное тут не видеть часами убрал жалко не могу перебавить их так вас так и есть так есть на разворотах работаем фамильяров не было просто посмотрите сколько все равно демиджа внес на б сходим глимер собрался окей гол глимер чему нет почему нет ничего еще солярку до собираем интересно можно как-то забагать тут рошана чтобы он стоял на месте мы бери фамильяры в прошлых картах это было разворачиваться начинает лупить а в принципе среди как он хапает можно пойти задушить его с фамильярами или можно пойти подраться хорошо гоу подеремся лучше вот этот предмет нам подойдет все гол последнего поднимаем аркадий у ты в стриме нет конечно бобур бэк бобур бэк ты шо я не в стриме я пишу ай гуиды бассивальня делаем делаем бассивальну хотел лотар на самом деле ребят но ведь не указал боже но у все равно 1 до убьет кто-нибудь за них очень много денег очень отойти отойти с поля очень много демагжа носим станем но не рассматриваю это минус один фамильяр по-моему живет хорошо пойдет но успевать там снайпер видите очень сильно контрит снайпер очень сильно контрит фамильяров или очень сильно тир какой получается он немного перебазируемся выведем их под фамильяров выйдем спокойненько очень изи называется очень изи нас находишь старый поливаешь хорошо очень изи просто ходишь поливаешь вторым боевые так у нас тут ребята встали ребята встали хорошо мансим просто я тут умираю туда бегаю как дурачок по кругу но я тут умираю первый раз сларк байбэк что ли нажал да это плохо не видел не видел сларка байбэк ребят заигрался пытаться забрать у нас тут фамильяра ну ребят лотар на самом деле хотел лотар не глимер сейчас разберем соберем ничего один раз видели тремя прям напряжены если начинает снайпер фокусить снайпер очень хорошо их фокусит просто если не успеваешь до глядеть то грешка гоу сюда хочу по времени кстати 17 19 нормально успеваю дописать гайд как раз и соответственно найт сару но я сдвинул рошана иду уже так есть 3000 но разберем лотар даже можно будет сделать сильвер или сделать мекку тупо не знаю разбираем разбираем а сейчас разберем на минус голда очень страшно гоу опсы опсы создаем сразу наших фамильяров зашел почему-то лотар подумав ну вы из зевса скажете лотар но нет нормально будет не переживайте не переживайте все будет гуд гуден так вот этих ребят сюда пойдем в лес поставим вард которым управляют в лес которым управляют поставлю вард шоу вон фарм пус падончик падона паду паду плим немножко так все вставляем его на месте в тайминге стана продержали немного мы сларка получилось неплохо я считаю и вот так вот под убили так камильяры тут поехали камильяры тут поехали идем вперед чтоб под замедло все ставим тут обсерв поехала далее ну вот как то так ребят я считаю что более чем понятно что нужно на визаже делать в идеальной теме там если кто-то подходит кидать первый и тупо душить с фамильярами под минус армором и раскидывать 2 драка как можно чаще вот это вот смотрите просто кину минус армором чпоньк чпоньк второй зарядился давайте ему дадим очень хороший рейндж хорошо стана можно также не выпускать ребят просто нужно аккуратно доконтроливать и принципе такая катка ну кому понравилось ребят ставьте лайк я не знаю типа ну визаж да такой персонаж которого почти никто не берет серьезно вот и соответственно гайд вам на него смотрите оценивайте напишите в комментах чего не хватало может что-то упустил ну и в принципе все с вами была здесь давайте до скорого до скорого года